Я хочу просто как минимум донести вам смысл шнарха. И со своей стороны скажу, что ту лекцию, которую я вам буду сегодня читать, она впервые будет так читаться, поэтому не знаю, она как получится, что я делаю все возможное, и у меня большое желание вам показать логику шнарха. Мы говорили про то, что вот у нас Линдейд Шнарх, который автор этого революционного подхода к брачному отношению, который называется «Брачная гарнила». Почему он революционен, я надеюсь, что я смогу вам сегодня это как-то показать. По крайней мере, буду очень стараться. Ну и Байрон Кейти, я думаю, что тоже вполне известная женщина для всех нас. Если вы здесь с нами, значит, вы за нами как-то наблюдаете, следите и понимаете. Ну, Байрон Кейти, можно приятно даже молчать уже. И я прошлую лекцию начинала с того, что для меня вот эта картинка очень метафорична, метафорично, почему вот эти ныряльщики, этот водопад, да, в Дубаях, ныряльщики, которые прыгают в воду уверенно, для того, чтобы им прыгнуть в эту воду, они должны были вначале сделать этот выбор прыжка. Без этого выбора, да, человек стоит наверху, он может смотреть на воду сколько угодно, но пока он не сделает этот последний шаг вперед, пока не развернет свое тело в воде вниз, ничего не произойдет. И это то, что отражает всю философию Шнарха. Как он говорит, дифференциация не работает до тех пор, пока вы не начнете действовать. Действовать — это наши прыжки, это наши прыжки веры, это то, что мы вносим что-то новое в свою жизнь, и это новое потом меняет и нас, и то, что с нами происходит. Шнарха, вот именно логику, чтобы она прям окунулась у вас. И, ну, награды, которые вы будете, ну, получите, да, на реконсультации. Если вы сейчас в каких-то кризисных и дислогих отношениях, вы поймете, что, ну, появится у вас надежда, что все можно починить, да, что выход есть, что когда понимаешь, куда двигаться, становится спокойнее, появляется какая-то осмысленность движения. Уйдет чувство стыда и вины по поводу своих проблем в отношениях. Вы получите вдохновение на изменения. Поймете, как менять систему, ну, сам принцип, да, как это работает, логику, как работает брак и вообще отношения. И поймете, что Шнарг гений. Ну, я очень надеюсь на это. И первое, да, с чего мы начинаем, самый главный миф, с которым мы сталкиваемся в нашем социуме, о том, что секс — это какое-то, в первую очередь, биологическое побуждение. Да, у нас есть тело, у нас есть ум, но вот тело у нас иногда испытывает сексуальное желание. И когда мы смотрим на себя как на биологический вид, который размножается, и секс нужен нам там для размножения, да, секс управляется нашим гормональным фоном, и мы понимаем, что это как априорная часть природы нашей, да, мы смотрим на мир животных, они там тоже совокупляются, ну, и мы как продолжение эволюции природной, естественно, тоже должны хотеть, иметь сексуальное желание. И этот вывод, да, это то, что раньше теория, да, сексуальной терапии была основана как раз на этой предпосылке, поэтому вывод терапевтов был, вы должны обладать сексуальным желанием. Соответственно, а если у вас нет сексуального желания, если у вас есть какие-то сложности или проблемы, ну, значит, что-то не так. Что-то не так с вами, с вашим партнером, да, который не хочет, допустим, секса, ну, что-то с физиологией, там, это ему не надо, да, то есть, ну, какая-то проблема. И вообще проблема с вашими отношениями. То есть вы обладаете сексуальными дисфункциями, и это ставится как ярлык, как ярлык, который делает вас неадекватными. Это чувство неадекватности присутствует как фон. И партнерские отношения, да, зачастую, мы не берем сейчас фазу, когда идет первый всплеск облубленности, да, и секс очень естественный, живой, и мы не испытываем с этим проблем. Мы берем уже какой-то долговременный промежуток времени, когда со временем сексуальное желание в паре теряется. И, соответственно, что это за механизм сексуального желания? Почему оно либо есть, либо его нет? Когда оно есть, оно приятно и хорошо, и все довольны. Когда его нет, начинаются сложности. Но когда мы смотрим на секс как на то, что должно быть априори, мы начинаем испытывать определенную тревожность в связи с его отсутствием. И на секс мы смотрим, да, как на то, что с возрастом, допустим, у нас может уходить, потому что гормональный фон, да, нас всех научили, что гормональный фон меняется, что всплеск сексуального раскрытия — это там юные годы, у мужчин там до 25, у женщин до 35, да, ну вот, а дальше все идет вот по накатанной вниз. Соответственно, мы стараемся урвать максимум с того, что есть, хотя бы сейчас и сегодня, иначе все потом конец, мы начинаем напрягаться, когда на что-то в этой сфере не получается, мы еще больше расстраиваемся. Мы начинаем зацикливаться просто на оргазмах, пытаемся увеличить собственное сексуальное желание, да, за счет ощущений, развить его внутри себя за счет того, что, ну, как возбудиться, да, то есть наша задача — возбудить себя, возбудить партнера. И мы начинаем нажимать на правильные кнопочки. Мы ходим на курсы, где нас обучают, как правильно нажимать на правильные кнопочки. И иногда это даже помогает, иногда это отношения оживают, да, и тоже приносят какую-то искру, добавляют. Но бывает так, что, обладая невероятными там способностями, да, зная все техники, сам Матвеев, который переводил Шнарха, он в предисловии пишет о том, что я был, ну, по словам жены, да, асом в постели. То есть, ну, так, без ложной скромности говорит о себе. И несмотря на это, я наблюдал, как мой враг все равно рушится. То есть обладание способностью возбуждать себя, возбуждать партнера, да, не является гарантией того, что вы не столкнетесь с проблемами сексуального желания. Вы можете быть великолепным любовником, но не хотеть своего партнера. Или получать то же самое в адрес себя. И что с этим делать, да, вот об этом как раз Шнарха. Соответственно, когда мы циклимся на оргазмах, мы, наша задача возбудить, и мы сами себя возбуждаем, да, значит, мы включаем где-то и фантазии во время секса, да, то есть задача получить оргазм. И в этом проживании, в этой цели, мы волей-неволей начинаем дистанцироваться от партнера. Мы начинаем партнера воспринимать как средство достижения собственной цели, допустим, получения оргазма. Партнер рядом с нами, а мы уходим во внутренний мир фантазии, да, для того, чтобы усилить собственное возбуждение. И это приводит к тому, что наш партнер обезличивается. То же самое происходит и в его внутреннем мире. И контакт между двумя людьми, между мужчиной и женщиной нарушается. Это нарушение контакта еще усиливается тем, что мы знаем, что, ну, как это чувствуется, что мы средство достижения цели. Так же, как наш партнер, для нас достижение цели, получить там оргазм. И мы ощущаем друг друга использованными, игнорируемыми, как будто что-то не включается важное между нами. Да, и люди могут заниматься сексом, но при этом не испытывать большие уровни наслаждения и удовлетворения. И со временем секс похож как просто на разрядку, на снятие напряжения. И со временем мы начинаем чувствовать, что вот именно такой секс теряет свои краски, теряет свою привлекательность для нас. Секс становится низким качеством. И при этом на нас давит вот это вот ощущение, ну, секс же должен быть в нашей паре, да. Надо торопиться, скоро там 50-60, и все, и это уйдет из моей жизни. И вот это все, головомойка, навязчивые попытки усилить наше желание приводит к тому, что наоборот это способствует потере нашего желания. Вызывает много тревог, беспокойства, чувство неадекватности, и со временем желание угасает. И так может произойти, что на каком-то этапе у пары кто-то, ну, первый начинает терять интерес к сексу. И начинается избегание этой темы, избегание вопросов об этом. Почему? Для того, чтобы не чувствовать себя вот этим неадекватным. У меня проблемы с сексуальным желанием. Это больно осознавать и переживать. Я хотел бы хотеть, но я не могу. И что с этим делать, я тоже не знаю. Мне говорят, что партнер наш, второй, да, может говорить, ну, секса хотеть, это нормально. Ты должен хотеть секса. А мы можем ответить, я понимаю, что я должен, ну, что делать, если я не хочу. И вот это вот начинается целая проблема, которая разворачивается на года. Создает у нас растущее чувство неадекватности. И наше желание, как в штопор, падает вниз в результате этого. И со временем мы можем наблюдать 15-20 лет в браке люди, да, и появляется одиночество вдвоем. Ну, ей не надо секс. Ну, вот я там буду искать где-то на стороне, чтобы снять свое напряжение. Или, ну, то есть люди заводят третих лиц, или та же самая история. Ему не нужен секс, да, ей нужно больше. Вот. И здесь Шнар входит со своей революцией, со своим флагом, и заявляет товарищи, паниковать рано, не все так страшно. если вы не хотите секса, который того не стоит, это нормально. То есть первое, что он говорит, если у вас нет желания сексуального к сексу, скорее всего, здесь есть две причины. Первое. Тот секс, который происходит между вами с вашим партнером, вам не нравится. мы так устроены, что нам нравится заниматься теми вещами, которые нам приятны, которые нам неприятны, но мы стараемся их избегать. И вот почему секс низкого качества, Шнар тоже отвечает на эти вопросы. Тоже в дальнейшем попробуем это разобрать. А вторая причина не хотеть секса может возникнуть с тем, что это относится вот ко второму моменту, что сексуальность это очень мощный метод восприятия того, кто мы есть. Секс хотят те, кто могут себе позволить его хотеть. Сложная фраза, но в ней очень глубокий смысл запечатан. Секс может позволить себе хотеть тот, кто может его хотеть. У нас есть личная история, мы все сотканы из каких-то прошлых детских сценариев, и, соответственно, мы несем в себе вот этот весь кубок мыслей, убеждений, историй, которые могут на каком-то определенном этапе блокировать нашу способность к желанию, психологически блокировать. Это тоже мы сегодня разберем. То есть, соответственно, когда мы понимаем, что сексуальное желание по сути управляемо, у него есть определенные причины психологические, не только физиологические, тогда можно идти в психологию и что-то с этим делать. И вот Нарх пишет, можно ли раздуть пламя сексуального желания, когда оно уже погасло или никогда и не горело? Он отвечает, да, определенно можно. И первое, что он говорит, прекратить обвинять себя за то, что у вас есть проблемы с сексуальным желанием. Тут работает проблема с сексуальным желанием, здесь вы должны понимать, те, кто сейчас есть на вебинаре и те, кто, допустим, смотрит в записи, вы можете отнести себя к категорию партнера, который секс не хочет, ну или меньше, с меньшим желанием, да, либо партнер, который хочет большего секса, но не получает от своего партнера. То есть есть разность. И там, и там это проблема, да. И тут работает нечто большее, чем ваши личные переживания или ваше прошлое. Не надо принимать события на личный счет, не надо обороняться, а лучше стать более любопытными. Более любопытными и внимательнее отнестись к тому, что происходит. То есть динамика шнарха, принцип брачного гарнила объясняет логику того, что происходит. Когда вы понимаете логику, вы можете под лупой посмотреть на свои отношения, взглянуться на свою жизнь и найти свои личные, собственные ответы в вашей конкретности. в вашей конкретной ситуации. Когда мы просто ставим крест, останавливаемся и говорим, это уже не работает, конь сдох, все напрасно, все бесполезно, мы ставим точку, и эта точка не дает нам в дальнейшем раскрываться, идти, искать, развиваться, ковыряться в этой теме. Поэтому шнарх говорит, что важно просто разобраться, как минимум разобраться и обрести ясность в отношении вашей ситуации, того, что происходит. суть в том, что каждому придется делать это. Это естественный процесс личностного роста. Делать это имеется в виду разбираться. Почему? Потому что так выстроено, что сексуальность это часть нашей природы. это то, что мы не можем игнорировать в себе, не можем себе выключить как кнопочку какую-то, сказать этого нет, она в нас есть, и она будет говорить о себе в нас. Мы не можем игнорировать секса в нашей паре. Это всегда будет на поверхности, фоном. Мы можем не обсуждать политику, мы не можем не обсуждать стратегию президента, но мы не можем не замечать, что в нашем сексе есть какая-то проблема. Поэтому секс это то, что является встроенным природным элементом в систему брака, который заставляет нас расти. Как расти, будем разбираться. И то, что тоже революционно Шнарх вносит в свою систему, в свою теорию, он говорит, что на самом деле то, что отличает нас от обычных млекопитающих человека, это наша природа именно человеческого сексуальности. В основе ее лежит не стремление к сексу как таковому, а желание к партнеру. Желание к партнеру является определяющим, будет в нас раскрыта эта сексуальность или не будет она в нас раскрыта. Соответственно, вот то, что делает нас человеками, людьми, это наш мозг, наш неокортекс, наш неокортекс, который за годы эволюции, за тысячелетия, миллионы, сделал нас теми, кем мы сейчас являемся. И вот благодаря этому неокортексу, да, это такой очень чувствительный орган, который помогает нам быть осмысленными существами, самоосознающими существами, самопонимающими и понимающими других людей. Возьмите кошечек, собачек, да, у них другой мир и другая реальность. У нас, у человеческих существ, мы взаимодействующие существа. И поэтому, как мы взаимодействуем друг с другом, мы вносим туда смыслы, нам важны обстоятельства, которые происходят вокруг нас. Соответственно, то, что происходит, да, это может быть, как усиливать наше сексуальное желание, также может и уменьшать. Потому что вот как это прибор тонкой настройки. Шаг влево, да, и он рушится. Шаг вправо, и он усиливается. То есть то, что способствует развитию нашего сексуального потенциала, в той же мере является причиной и потери сексуального желания. И когда мы понимаем, что именно наш мозг самый большой сексуальный орган, тогда мы можем по-другому вообще подходить к сексу, к теме желания и к вопросам о том, как его усилить, как его развить. И вот об этом весь шнаг. И он говорит о том, что именно человек, именно мы, люди, способные мыслить, придавать смысл нашим отношениям, можем создавать близость в паре. Именно чувственную близость, страсть можем создавать. И это то, что делает нас в вопросах сексуального потенциала безграничными. И он говорит, что мы способны, как существа, на очень глубокие сексуальные переживания. Нет никаких известных физиологических и возрастных порогов для этого. Более того, со временем наша способность к близости, поскольку мы со временем становимся более зрелыми эмоционально, более взрослыми, более дифференцированными, наша способность к близости, к чувственности только развивается. И это говорит о том, что с возрастом наш потенциал может только раскрываться. Это в корне отличается от теории, что там после 50 секса нет. Здесь наоборот, чем мы старше становимся, тем наша способность переживать интимный чувственный секс в долговременных отношениях только растет. Что между вами? Ваши чувства сильнее влияют на генитальную функцию оргазма, чем физические ощущения. И мы все это знаем, что действительно это так. когда мы влюблены, мы предельно возбуждены, мы испытываем огромное наслаждение и удовольствие. Если у нас какой-то случайный секс с партнером, который нам не очень нравится и в каких-то неприятных обстоятельствах, наше удовлетворение будет минимальным. Оргазм будет, но наслаждения нет. секс наш секрет прячется в нашей именно человеческой сексуальности, в нашем потенциале создавать смыслы. И то, что определяет, будет у нас желание или нет, это наша связь с тем, с кем мы входим в сексуальный контакт. Уровень нашей связи будет определять и качество нашего наслаждения. Соответственно, а что такое связь? Это соединение ума и сердца, когда мы сконцентрированы на происходящем, чувствуем партнера и соединяемся в этом взаимно. Мы можем переживать невероятные уровни интенсивной близости. И это разжигает у нас желание. То есть наша задача и то, куда ведет ШНАР, не в технике физиологической, они тоже прекрасны, но они как уже дополнение к тому, какой фундамент вы выстраиваете. Первое, да, это как родить вот эту связь между другом, как увеличить этот уровень близости. Это та база, на основе которой ваше сексуальное желание будет естественным образом раскрываться. Страсть будет просыпаться друг другу. И соответственно, если ушла страсть, мы говорили, да, что неокортекс, чувствительный орган, это говорит о том, что уровень вашей связи на данном этапе с вашим партнером стал хуже, чем он был. Почему хуже, да, этому тоже есть причины объяснения. то есть наша задача фокусироваться на сокращении времени, в течение которого наши умы врозь, а тела вместе. Чем больше мы будем в контакте со своим партнером, тем ярче будут наши переживания, тем сильнее, интенсивнее будет наша близость. Мишнар говорит, что опять же, да, у нас есть там теория, что любовь живет три года до тех пор, пока ну, как женщина, как самка не успеет родить ребенка, и ну, эту теорию вы все знаете, да, и мужчина там через три года как бы еще пока привязан к ней, а потом он уже может идти дальше семенять других самок. и то есть есть вот если опять же мы берем себя как биологический вид, как млекопитающее, да, у нас три базовых человеческих побуждений в любви и желании. Первое это похоть, да, здесь работают гормоны, мы друг друга видим и начинаем хотеть, потом мы проживаем стадию романтической любви, когда мы уже избирательны в отношении кого мы хотим, здесь тоже работают гормоны и потом привязанность, это стадия, когда мы успеваем соединиться в пары и родить ребенка. И здесь уже тоже работают другие гормоны. и почему пары, допустим, спустя, там, говорят, первый кризис уже в три года, потом в семь лет, ну и так далее, и пошло. Потому что, опять же, где-то мы останавливаемся на этих стадиях, эти стадии сами себя завершают, и мы остаемся в таком растерянности, а что же дальше? прежней похоти нет, страсти нет, этих романтических чувств, как раньше, нет, привязанность, ну да, но и то, как бы без нее, да, может, бывает. То есть, особенно, если это все сочетается с какими-то нерешенными вопросами, и мы можем на определенном этапе воспринимать брак уже как тюрьму, как сложность, а не как радость, да, мы да, можем быть в браке, но из каких-то страхов, там, остаться одному, социальных ограничений, там, вот у нас уже дети, а как финансовая там одна не справлюсь, ну, как угодно, но это не потому, что мы хотим быть, это, я не говорю сейчас о всех, да, я говорю сейчас о тех, у кого возникают сложности, почему люди приходят к разводу, и вот опять же здесь включается шнар, который говорит, что эти стадии завершились, но есть еще четвертое базовое человеческое побуждение в любви и желании, четвертое движущая сила человеческой природы, это ваше ощущение себя, ваша самость, и здесь это причина, почему шнар воспринимает брак, как машина по выращиванию человека, дальше мы опять же будем об этом говорить, то есть ваше ощущение себя и ваша самость, это то, что вам придется включать, даже сами вы того хотите или нет, да, это включается по мере вашего взросления и становления, это то, что в дальнейшем будет способствовать развитию стабильности ваших благовременных отношений, то есть не зря есть такая как поговорка хочешь духовного роста и женись, это все про это, то есть ваша самость коренная часть вашего сексуального желания, ваша самость это побуждение к самосохранению и саморасширению нашей самости, у нашего почему, потому что у нас есть ум, да, то есть это все были уровни биологические, пухоть, романтическая любовь, привязанность, этим обладают и обычные животные, но именно наше эго, которое свойственно человеку, оно делает нас особенными человеками и именно неокортекс позволяет нам взаимодействовать с другими людьми и шнарх идет именно в это место, именно вместо психологии, вместо взаимодействия друг с другом и вопросы эго, то, как вы видите себя, как к вам относится ваш партнер и каким, по вашему мнению, ваш партнер видит вас, глубинным образом формирует ваше сексуальное желание. Соответственно, наша забота, если мы хотим получить вот этот страстный, безграничный уровень переживания, наслаждения, которым нам обещают электросекс, когда взрывается мозг от переживаний, то нам нужно заниматься вопросами нашего эго, нашей личности. То есть и опять же Шнарк говорит, что мы как человеческий вид эволюционируем во времени. У нас есть ум, мозг, тело, отношения, и это все единое целое. Это единый механизм, который нас меняет, двигает, толкает. Внутри этого механизма создаются вызовы, преодолевая которые, мы меняемся, мы эволюционируем. есть самость наше самоощущение, кто мы, вот это самый главный вопрос, собачка не задает этот вопрос себе, но человек тебе его задает. Самость это процесс длиной всю жизнь. То есть мы вопросы самости и определение, самоопределение себя, они меняются на протяжении всей нашей жизни. И здесь мы с одной стороны стремимся к какой-то стабильности в отношении себя, понимания кто я, мои ценности, целостность моя, и в то же время у нас есть побуждение меняться во времени, менять, расширять свою личность, расширять свой объем, развитие. Это запущено внутри нас тоже как эволюцией, природой, мы в этом смысле все похожи. Соответственно, когда мы взаимодействуем друг с другом, мы друг друга и меняем. Наш мозг постоянно перепрограммируется, мы постоянно идем вот в этом смысле в развитие, и наша самость тоже меняется. И те проблемы, с которыми мы, допустим, сталкиваемся в отношениях, они заставляют нас же пересматривать себя и развивать внутри нас более цельное ощущение себя. Но об этом тоже поговорим. Соответственно, первый этап такого взросления это у человека, когда мы решаем жить с другим человеком вместе. Когда мы сами по себе еще бегаем в юности, это одна история. Когда рядом с нами появляется другая, это другая история. Здесь возникают эти вопросы любви и конфликтов. Второй этап, когда вы сталкиваетесь с проблемами сексуального желания. Когда вы впервые натыкаетесь на эту стенку, и я не понимаю, что мне делать. Я вижу, что проблема есть, закрывать на мне глаза я больше не могу, а что с этим делать не понимаю. И это тоже, что является вшитым в любую пару механизмом. То есть секс это средство саморазвития. Хотите вы этого или нет, но так выстроен наш человеческий вид, так мы эволюционируем как создание. То есть брак это механизм поворачивания человека. Нам кажется, что мы где-то встречаемся друг с другом для любви, для радости, чтобы детей родить. Но иногда вот даже посмотреть очень объемно и с высоты на наши отношения порой становится понятным, как работает природа. Природа соединяет в пару, мужа и жену. И в браке встают вопросы моногами, близости, чистоты секса. Это то, что опять же мы не можем игнорировать. Мы не можем не замечать, если у нас в этих местах есть проблемы. Мы можем легко относиться к тому, что наш муж читает детективы, а мы любим Тургенева и Чехова. Разность желаний мы здесь не пересекаемся. любят когда вы хотите каждый день заниматься сексом, а вам партнер предлагает это делать раз в месяц, тогда очевидно возникает сложность. И эта сложность опять же вшита в механизм брака. То есть Шнар говорит, первое, сразу принимайте факт того, что всегда в паре есть в отношении чего-то, любого вопроса партнер с большим желанием и есть партнер с меньшим желанием. То есть если вы хотите заниматься три раза в неделю сексом, ваш муж допустим раз в месяц, вы будете партнером с большим желанием. А если вы хотите три раза, а он хочет каждый день, то вы будете уже партнером с меньшим желанием. То есть Разность того, что мы входим в пару, вообще разные, создаёт в паре вот такую растяжку, растяжку между мужем и женой. Соответственно, партнёр с меньшим желанием всегда контролирует количество и качество секса, близости, там, не знаю, моногами. То есть, если я хочу три раза в неделю, на большее я не готова, у нас в нашей паре будет три раза в неделю. Когда партнёр захочет большего, я буду это испытывать как давление, напряжение, отстань от меня. То есть, количество и качество зависит от партнёра с наименьшим желанием. И, соответственно, опять же, почему это именно так? Потому что это создаёт у нас два сценария развития в отношениях. Мы либо двигаемся инерционно за партнёром с наименьшим желанием, допустим, у нас меньше желания в отношении секса, у партнёра меньше желания в отношении близости, ну, каких-то эмоциональных там разговоров. И мы живём на уровне вот этих ограничений. То есть, появляется парт тирании наименьшего знаменации. Почему мы ощущаем враг потом как тюрьму? Потому что мы живём на низком уровне наших потенциалов. И в то же время у нас есть возможность переходить на более высокий уровень, идти за партнёром с большим желанием. И тогда наш брак начинает расцветать, и мы оба в браке растём. То есть, здесь мы начинаем деградировать и наш, и это то, что даёт ощущение скуки, пресности в отношениях, неудовлетворённости, да. Либо мы растём и раскрываемся. И при этом, в чём же вот эта вот фишка? Мы же не можем же просто так согласиться, ну, партнёр говорит, я хочу каждый день. Мы говорим, а я хочу раз в месяц. Он говорит, а мне надо каждый день. Мы не можем просто пойти за партнёром каждый день, да, когда мы сами этого не захотели. Если мы этого не захотели, мы предали себя, и мы в состоянии давления, подачки, но это не наш сознательный выбор, да. Это не удовлетворит ни партнёра, ни нас. И Шнар говорит, что людям, вот здесь очень интересная фраза, не стоит заниматься сексом, которого они не хотят. Точно так же, как тем, кто хочет секса, не стоит соглашаться на его отсутствие. Как? Как вот это соединить, да? И вот об этом Шнар, то есть он раскрывает вот этот механизм, как сделать так, чтобы пара всё-таки пошла в рост. Когда один говорит, я хочу, а второй говорит, я не хочу. Партнёр с большим и с меньшим желанием. И Шнар говорит, что здесь для роста важно, для развития пары, как эволюционирующей, очень важно, чтобы оба супруга держали за себя, и чтобы ни один из них не отдавался воле другого. То есть если мы подчиняемся, это не рост. Это насилие уже над собой и партнёра другого над нами, да. То есть здесь важен именно сознательный выбор каждого человека, идти в этот рост. Но как сделать так, чтобы это стало сознательным выбором? Об этом тоже дальше. То есть, и Шнар говорит о том, что надо первое понять. Если вы партнёр, допустим, с меньшим желанием, и испытываете по этому поводу какое-то чувство вины, или у вас есть партнёр с меньшим желанием, а у вас с большим желанием, и вы испытываете к нему чувство негодования, обиды или претензии, да. Вот Шнар говорит, что опять же это встроено в эволюцию человеческих отношений. Это природно, что кто-то должен хотеть меньше. Почему? То есть как эта логика выстроена? Партнёр с меньшим желанием контролирует секс, да, количество. Это вызывает конфликты, вызовы трудности в паре. Именно эти конфликты заставляют пару сопротивляться, да, и не покоряться чему-то. В эти моменты, в моменты конфликтов наш мозг развивается. Как это бы неудивительно звучало, наш мозг не развивается в этот момент. Ой, я отвлеклась, извините. Наш мозг развивается в моменты конфликтов, потому что мы ищем, ищем способы решения, новой стратегии, как это подкрутить. И на самом деле вот именно эти конфликты усиливают наш человеческий вид. В решении этих моментов мы формируем ощущение себя, вот эту самость, о которой мы говорили. Именно она делает нас человеком, отличным от животных. И постепенно примитивное отраженное ощущение себя, как нас видят другие, так мы воспринимаем себя, именно благодаря вот этим конфликтам, сложностям, несогласию, сопротивлению, толкает нас к развитию, к саморазвитию. И тогда мы начинаем развивать свое внутреннее цельное гибкое «я», о котором мы будем дальше тоже говорить. То есть наша самость начинает расти. Мы все говорим о духовном росте, о каком-то вот развитии. Но пара — это самое вот прям короткое место, где мы можем увидеть, вообще растем мы или нет. Мы можем обладать кучей знаний и не расти в паре. Не расти, оставаться тем, кто мы есть. Либо мы можем в паре расти, и это будет менять наш мозг кардинальным образом, вести нас в уровне духовности, которые в книжках мы читаем, мы проживаем это. И именно вот эта вот продвинутая уже самость внутренняя позволяет нам носить уже глубокий смысл их секс. И создавать вот это самое сложное сексуальное желание на планете делает нас как раз, заставляет нас проявлять то лучшее, что в нас есть. И именно поэтому мы вообще способны на зрелую взрослую любовь. Настоящую человеческую любовь. Независимость, да, а вот именно на любовь. То есть, и все, что с нами происходит, это кульминация миллионов лет эволюции человека. Поэтому первое, что вы себе признаете, что если у вас есть проблема в отношении секса в паре, это нормально, это то, что было, есть и будет в вопросах человеческого развития. Это то, что способствует на самом деле раскрытию, развитию вашей силы любить. И когда вы живете в соответствии с этими законами, да, вам становится, ваши отношения становятся более продуктивными, более приятными. Вы понимаете, что просто надо, ну, решать задачку. Когда же вы игнорируете эти механизмы, да, вы, ну, становитесь... Опасности вам гарантированы, да, то есть, поэтому мы видим большое количество разведенных, браки рушатся, потому что люди, не понимая динамики, просто ставят крест на отношения, говорят, у нас прошла любовь, все, пора расходиться. Прошла любовь, пора расходиться. Это может быть стать отправной точкой в дальнейшем вашем развитии, после которой вы перейдете вообще на совершенно другие уровни любви. Соответственно, мы поняли, что именно наша способность вносить смысл в то, что происходит, вообще в любое наше действие, движение, в то, что мы говорим, да, мы всегда какой-то смысл в это вкладываем. Если мы с партнером, там, не знаю, ложимся в кровать, мы в это вкладываем определенный смысл. В зависимости от этого смысла мы будем переживать либо близость, либо отчужденность, либо страсть, либо холод, либо будем наслаждаться, либо это у нас будет просто сброс энергии. И смысл определяет наш, качество нашего секса, качество нашего желания, качество нашей близости. Это прошито в нашем мозгу, это наши динамики, это то, что заставляет нас двигаться. То есть, и именно желание к партнеру, а не желание секса как такового, да, способствует развитию, раскрытию всех этих качеств. То есть, когда мы просто хотим секса, со временем сексуальный потенциал наш будет только падать. Если мы будем желать своего партнера и уделять этому внимание, как желать именно своего партнера, тогда наш потенциал со временем только будет увеличиваться. Поэтому шнар за моногамные отношения, за брак. Почему? Потому что именно в долговременных отношениях вот это вот желание, связь, можно как цветок, да, который мы сажаем, семечком, он вырастает, потом дает там дерево, которое плоды дает, плодоносит. Если мы только на уровне семечка будем взаимодействовать с людьми, каждый раз с новым, с новым, с новым человеком, да, связь может не создаться того уровня, который мы можем сделать. И поэтому шнар говорит, что желание, вообще сексуальное желание, это не априорная какая-то часть. Я люблю секс, я не люблю секс. Это не про это. Желание это развиваемая способность нашего ума, развиваемая способность во времени. И соответственно, если мы развиваемся как личности самоосознающие, если развивается наша самость, параллельно вместе с этим развивается и наша способность желать партнера. то есть здесь все коррелирует. Наш возраст, наши смыслы, наш уровень близости, наш сексуальный потенциал. И это экспонент растет вверх, в отличие от биологического желания, которое растет вниз со временем, здесь безграничные возможности того, что мы можем переживать. И здесь Шнар говорит, что люди способны на куда больше и более смысленное желание, чем они это осознают. Если вы сейчас на данном этапе испытываете какие-то неудовлетворенности в отношении вашей личной жизни, это говорит лишь о том, что вы знаете, что у вас есть этот потенциал. Если бы вы не догадывались, вы были спокойны и счастливы, но поскольку вот это чувство могло бы быть больше, мы все это знаем, могло бы быть больше, и мы всегда знаем, когда мы раскрываемся на каком-то объеме невероятном. Поэтому Шнар предлагает так раскручивать свою динамику пары, для того, чтобы выходить на новые качественные уровни желания к вашему партнеру. И это не просто биологическое побуждение и совокупление. Соответственно, если мы идем с принципа, что мы просто хотим секса, сделайте нам хорошо, возбудите нас, дайте нам орган. такое желание из нужды. И вот это желание из нужды, оно делает нас как бы зависимыми от другого человека. Если ты меня любишь, то ты будешь ради меня на что-то. Это, как правило, если у нас в уме появляются такие мысли, скорее всего, мы идем в отношения из нужды, да, и опираемся на худшее в себе. И наше вот это желание, оно слабое, пустое и алчное. Дай мне, дай мне, наслади меня, да, то есть мы как потребляем. И хотеть секса и не желать партнера, это становится вот для такого ума нормально, то есть мы хотим быть желанными, но при этом мы не готовы хотеть другого человека. И может быть вы сами в себе иногда замечали, что вот это вот здесь вот и все манипуляции, создать там какой-то дефицит в виде себя, да, то есть разжечь желание в другом, но при этом мы можем сами себе блокировать свое желание к другому человеку, да. Мы отказываемся по-настоящему выбирать другого. И это все вот это желание из нужды. И если в брак входят два таких человека, то естественным образом можете догадаться, что со временем это приведет к низкому желанию друг у друга. Потому что каждый будет сидеть и ждать, ты меня уже не хочешь, да, вот дай мне, дай мне, второй тоже, дай мне. И партнеры теряют со временем интерес друг другу. Но что мешает нам проявляться, допустим, желать другого, да, это наши тревоги, это наши страхи, это наши какие-то умственные ограничения. и на самом деле мы здесь ограничены в истинной заботе о другом человеке, в способности хотеть другого, быть желанным другим, да, да, то есть мы хотим здесь быть желанным, а не хотеть самому. И Шнарх говорит, что наше развитие как партнеров по браку, да, идет вектор желания из полноты, развивать в себе вот это желание из полноты, то есть вот это левая, левая стратегия ведет к спаду, а правая к, наоборот, раскрытию, развитию. То есть желание из полноты, когда мы идем из лучшего в себе, из самых, ну, из ценности, да, из внутренней, из внутреннего ощущения, вот этой самости, из любви к себе, мы уже становимся щедрыми в наших отношениях. Мы осмысленно идем в секс, мы осмысленно идем в близость к партнеру. И здесь появляется вот эта истинная сила желать партнера, а не просто хотеть секса, желать именно конкретного человека, а не просто хотеть секса. И вот представьте два, которые встречаются и хотят друг друга, а не просто секса. Можно желать друг друга и не хотеть при этом секса. И это пространство, желание друг друга в эту минуту может стать невероятно наполненным. то есть это то, что может раскрывать глубокие чувственные переживания, желать друг друга. Но вот чтобы желать друг друга, шнар говорит, для этого нужно огромное уровень самообладания. Почему тоже об этом будем говорить сейчас. Поэтому сексуальность неразрывно связана с вопросами о самообладании. и это тоже заложено в основе человеческого роста в парных отношениях. То есть чем сильнее вот эта ваша способность к внутреннему балансу, внутренней гармонии, тем выше ваша способность желать. И в браке, да, как мы сказали, что поскольку у нас разность потенциалов это факт того, что есть, да, партнер с большим желанием, партнер с меньшим желанием, мы всегда сталкиваемся в отношениях с дилеммами выбора. Дилемма выбора это то, что является вообще основой парных отношений. Это то, что будет способствовать, если мы решаем свои дилеммы выбора, это то, что будет способствовать росту нашего желания, если мы избегаем эти дилеммы выбора, это будет гасить наше желание. И дилеммы выбора, как правило, звучат, то есть они пронизывают проблемы в сексуальном желании. Вот пример, да, мы все их перечислять не будем, но, например, я не хочу заниматься сексом, но я хочу сохранить брак с тем, кто хочет. и вы можете посмотреть, либо может вы находитесь в этом положении, либо ваш партнер находится в этом положении, не хочет заниматься своим сексом, но при этом не хочет рушить отношения с вами. И это дилемма выбора. То есть мы хотим вроде бы как взаимоисключающие вещи. Или я хочу заниматься сексом, но женат на том, кто этого не хочет. И вот это моя дилемма выбора. Это разрывает меня на части. Я хочу секса, но я женат. Что делать? Если вопросы ногами стоят серьезно в паре. Мой партнер, если я его прошу соглашаться на секс, соглашается на секс из жалости, но на самом деле он не хочет меня. Это тоже разрывает нас. Я хочу секса, он говорит, ну ладно, давай, но он не хочет меня при этом. Я это чувствую. И один из видов там тоже я хочу быть в моногамных отношениях с тобой, при этом иметь постоянные внебрачные отношения. я хочу, чтобы у нас был брак, но при этом я хочу иметь отношения на стороне. И в этом моменте мы как будто говорим партнеру, что мы лишаем партнера тоже выбора иметь моногамные отношения, потому что уже в нашей паре больше, чем два. Партнер не имеет моногамных отношений и при этом не имеет даже выбора. и я хочу заниматься сексом с другими людьми, но не хочу получить развод. Вот и это такие дилеммы, которые мы не можем игнорировать, они требуют своего решения. Когда мы идем по пути нерешения этих дилемм, возникают в паре сложностей, конфликты, мы тоже сейчас будем об этом говорить. И вообще нерешенные дилеммы выбора можно озвучить одной фразой «Если ты меня любишь, ты откажешься от того, чего ты хочешь и будешь делать то, чего хочу я». Допустим, да, ты не будешь со мной разводиться, но у тебя не будет секса. И здесь вот как раз то, что мы говорили, что мы когда идем по пути наименьшего знаменателя на уровне ограничений друг друга, то партнерство превращается в тиранию наименьшего знаменателя, поэтому многие воспринимают свой брак как тюрьму. И опять же, это не приговор, это просто мы не понимаем, как решать эти дилеммы. но именно вот эти задачки внутренней в каждой паре это то, что подвластно решению. Как решать? Вот сейчас мы попытаемся разобраться. И я поняла, что самое лучшее, да, это вот как это по ним логику понять, показать на примере конкретной пары. В этой паре вы можете увидеть себя. Вы можете себя увидеть в виде Одри, а можете увидеть в виде Петера. Если у вас уже возникли сложности с сексуальным желанием, что кто-то хочет больше, а кто-то хочет меньше. Да? Вот этот пример, и потом на основе его мы будем уже разбирать, как это работает, уже разбирать логику. Дилемма выбора Одри. То есть они пришли к Шнарху на прием, и была такая ситуация, что Одри вообще не хотела заниматься сексом. говорит, если бы тема секса пропала с планеты Земля, мне было бы все равно. Это была ее позиция. Позиция Питера была, он хотел, чтобы у него был кто-то, кого можно обнять и чувствовать своим, кого-то, кому можно принадлежать. Он хотел сексом. Они не могли в этом смысле договориться. Годы были потрачены на терапию, на какие-то уговоры, но Одри занимала, продолжала занимать такую же позицию, а Петер был несчастен. И, как правило, в партнерстве, когда один говорит не так хорошо, у нас нет секса, но это твои проблемы, а мне и так прекрасно. Это как раз, а другой остается в этом несчастье. Это есть заимствованное функционирование. Кто-то хорошо функционирует за счет того, и тогда счастье вдвоем не получается. Парадокс в том, что тот, кто за счет другого функционирует, он-то тоже не до конца счастлив. Это только иллюзия того, что у него все хорошо. На самом деле там тоже нарушается внутренняя целостность, и это мы увидим. И у Питера, да, его переживания, я боюсь, что она вообще никогда не захочет секса, если я не буду ее подталкивать к этому. Я чувствую, что она меня вообще не уважает в этом. И сейчас посмотрите на свои отношения, если у вас такие же вопросы, такие же споры в отношении чистоты, секса, на какой вы стороне, на стороне, Одри или Питера. И тогда Шнарх ее подводит к тому, что я не буду давить на тебя, чтобы ты занималась сексом. То есть заставить другого заниматься сексом, это не решение вопроса. Другой человек может на в каком-то этапе соглашаться. То есть он внутри не сделал этот выбор, вы будете это знать и чувствовать. Это будет секс из жалости. То есть подачка такая, которая не устраивает тобою. И Шнарх говорит, тебе, вероятно, нужно будет самой выбрать, что ты хочешь. Допустим, заниматься сексом и быть не замужем. То есть Шнарх ее вообще подводит к тому, что дилемма того, быра стоит иначе, не просто там быть сексом и не быть в их отношении. То есть ты можешь не заниматься сексом, но тогда ты можешь рискнуть остаться не замужем, если Питер будет наставить на сексе. И в то же самое время Шнарх Питеру говорит, а тебе никогда не приходило в голову, что не толкать ее могло бы означать наличие самоуважения. И часто в паре так сочетается, что один требует, а другой отказывает. Или динамит, или дает просто из жалости. И вот это создает в паре такой привкус качества секса здесь. Это не то, к чему хочется стремиться, ни одному и ни другому партнеру. И Питер выглядел отчаявшимся, обиженным. Если бы он сломался, то это дало бы Одре облегчение, но не помогло бы ей решить то, что съедало ее самой внутри. Что ее съедало? как ее мать одре имела дилемму желания быть желанным, но нежелания желать. У Одре есть своя личная история с ее мамой. И зачастую мы нарушаем свою целостность как раз в этом месте, когда мы не готовы желать партнера, другого человека. Вот то, что мы говорили, да, у нас есть желание быть желанным, но желать другого мы не хотим. Почему? По определенным психологическим причинам из детства. И это тот блок, тот ограничитель, который заставляет нашу пару страдать на определенном этапе. Мы это переживаем как мне не интересен секс, но там глубоко зарыта вот это вот как рана детская. И при этом, но на поверхности, да, это глубоко, а на поверхности она не хотела секса, но хотела оставаться замужем за человека, который его хочет. Она не хотела хотеть Петера, но при этом хотела, чтобы хотели ее. И пока Петер поддерживал ее в этом, да, хотел ее и был с ней в браке, ее система работала. То есть вот это статус кво оставался на протяжении долгих лет. И на самом деле Петер зависел от ее, ну, то есть он обладал вот этим отраженным ощущением себя, ему важно было быть хотя бы нужным, хотя бы в браке с кем-то, да, что она проявляла нежелание с ним расставаться, и это где-то его внутри успокаивало его тревоги, но при этом он не получал того, чего он хочет. И это была та цена, которую он заплатил за свою зависимость от ее подтверждений, да, отсутствие в их отношении секса. И пока Питер оставался, ощущал себя настолько неуверенным, что готов был принимать ее на этих условиях, Одри могла обходить свою вот эту дилемму выбора, быть замужем или заниматься сексом. То есть она не решала этот вопрос, она его саботировала, она его заговаривала, замыливала, избегала, сваливала ответственность на Питера, пыталась ему сказать, что это в нем, пусть он выключит эту озабоченность и отстанет от меня. И в этом здесь проявлялся садизм Одри, тот, который был в ее маме по отношению к ней в детстве, который проявлялся. И Шнархи говорит, интересно, как ты себя чувствовала, когда мама говорила тебе, о, если бы я только могла, если бы я только могла тебя хотеть, Питер, я бы тебя хотел, но я тебя не хочу, не могу, и решать это я не буду. То есть вот такое как саботирование процесса создает в паре конфликт. И по сути вся эта ситуация в браке ставила перед Питером вопрос, а чего ты вообще стоишь по собственному мнению. Мы сейчас все видим, что энергия Питера, такого как ожидающего, просящего с рукой, одри ну как сидит важно и сама принимает решение давать, не давать. Оба несчастны, но ситуация не меняется. И потом, да, когда у Питера начинается внутри динамика, да, его внутренний личностный рост, когда он встречается со своими вот этими страхами, ограничениями потерять Одри, он говорит, я вдруг понял, что это не просто моя проблема, если я приму решение, что я хочу и секса, и хочу Одри, то отсутствие желания у нее ко мне станет уже ее проблемой. То есть это был первый шаг, когда Питер начал вставать на свои ноги. И на самом-то деле, да, выяснилось, что Одри-то любила секс как таковой, но вот эта вот история личная с ее мамой не хотеть тугого, да, она быть желанной, не позволяла ей хотеть Питера, хотя она любила секс, у нее были истории с другими мужчинами. То есть она не получала того, что любила ради того, чтобы просто отказывать. То есть вот это стремление отказывать было вшито в ее личную историю, в ее механизм. И это нарушало же ее целостность, делая ее счастливой в паре с Питером. То здесь оба страдали. И в какой-то момент, да, Питер, ну, момент общения со Шнарком их терапией. Шнарк что делает? Он говорит, я не буду никому давать советов, там, что Одри должна заниматься сексом с Питером, или Питер отстанет Одри, она еще не готова, да, он говорит, я этого не делаю. Он просто обнажает дилемму выбора каждого. Он обнажил дилемму выбора Одри, и он обнажил дилемму выбора Питера. Он сказал, Питер, у тебя дилемма выбора, ты можешь навсегда, ну, то есть остаться в этих отношениях и больше никогда не получить секса. Либо ты можешь выбрать секс, но быть готовым к тому, что ты потеряешь обрень. И тогда Питер проходит свою внутреннюю вот эту вот, ну, как Шнарк называет это, как самоконфронтирование, да, темная ночь души, гарнила, он дифференцируется, становится на свои ноги, дает себе самоподтверждение и тогда он понимает, что Одри вот с ее позиции не желать секса уже не так его и привлекает. И он перестал сильно фокусироваться на ней. И в этот момент что происходит? Отсутствие интереса с его стороны стало для Одри угрозой. И вы можете сейчас даже это ощутить. Действительно, когда на вас партнер приходил, приставал, дай мне, дай мне, вы могли отказывать или соглашаться, вы были тем, кто контролирует количество и качество секса. А тут партнер снимает с вас давление. он перестает к вам приставать. И Питер тут произносит эту свою сакраменную фразу, я думаю, что настало время либо сходить, либо следать с горшка. И Питер это говорил больше самому себе, чем Мудрие. Видите здесь, как ощущается этот рост самоуважения Питера по отношению к себе. И когда человек занимает такую позицию, то есть он говорит, я надоел сам себе до чертиков, я ненавижу то, как я позволяю тебе себя обрабатывать. И если вы партнер с большим желанием в ваших отношениях, вы можете где-то глубоко внутри услышать резонанс к этим фразам. Я веду себя как баба, то, что я так поступаю, в том числе и с тобой, перестало быть для меня приемлемым. Достаточно. Я больше так не могу. Я больше не буду выпрашивать у тебя секс. Я больше не буду ни о чем спорить. Я больше не собираюсь наказывать тебя за то, что ты отказываешь иметь секс со мной. Это лишь заставляет меня чувствовать, что я его не заслуживаю. И решай сама, что тебе на самом деле нужно. А я сделаю то же самое. И мы можем услышать, сколько силы духа в этом аналоге. Естественно, когда Одри видит Питера таким, у нее начинается паника. И она осознала масштаб того, что происходит в этот момент. Питер начал дифференцироваться. Вот то, что мы говорим, что способствует росту в паре, на фоне вот этих дилемм выбора, на фоне сложностей, то, что партнер с наименьшим желанием толкает обоих в рост, в развитие. Вот это и есть этот момент. Дифференциация Питера, когда он начинает, вот эта самость, его начинает расти, там снимает нагрузку с Одри, но он становится более цельным сам по отношению к себе. И тогда у Одри начинается процесс вот этой самоконфронтирования, она начинает действительно видеть, что то, что сейчас происходит в их отношениях с Питером, да, это она такая же говорит, я как моя мать, она осознает это и признает, до тех пор, пока мы не признаемся в том, что мы проявляем ну как бы неуважение к себе и к своему партнеру, мы мало что можем поменять, долгие годы терапии Одри не могла это в себе увидеть и признать, поэтому ничего не менялось, но потому что Питер на нее давился этим, но как только Питер отступил, она встретилась сама с собой и Одри горевала совершенно невозможным для себя образом, до самой своей сердцевины, это было первое из целого ряда ее переживаний чистой боли, то есть вот здесь происходит вот это то, что Шнах называет темная ночь души, горнила проходит, каждый в паре проходит свое горнило, и это процессы достаточно болезненные, но это боль чистая, потому что она выворачивает наизнанку нас, она показывает нам все наши ограничения, весь наш самообман в отношении себя срывает, заставляет как бы срывать вот эти все наши детские паттерны, да, и делать сознательный выбор во взрослую зрелую жизнь, и в то же самое время Одри признается, что у нее не было большого сексуального желания, потому что она не уважала Петра за его вот этого дай-мне дай, она видела, что она ему отказывает, да, она знала, что привлекает ее в мужчине и перестала тоже извиняться за это, это тоже акт такой честности и искренности, сложно желать мужчину, да, или того, кто, как Петер сказал, он жестко сглотнул, собрался с силами, думал, мне тоже не в чем тебя винить, я сам себя не очень-то уважаю, и в его голосе слышалось трудности принятия, самораскрытие Петра было типичным примером самоуважения, признаться самому в себе в правде того, что происходит, это большой акт целостности и самоуважения по отношению к самому себе, и когда вот пара выходит на такой уровень искренности, самораскрытия, появляется интенсивный уровень близости, как же нам говорит, иногда сказать правду друг другу, какой бы она неприятной ни была, все переживают ее как облегчение, и в пространстве между двумя начинает звенеть что-то, и в ту ночь Одри от Эмила Петра, да, то есть вот на фоне таких трансформаций душевных и духовных происходит другой интерес, другой всплеск, и уходит вот эта казалось бы невозможность захотеть секса, да, произошло что-то в их головах, что поменяло фон, поменяло уровень их связи между друг другом, создало другой уровень близости, и появилось это желание, и Одри вошла в этот секс. Петер избавился от своего ощущения предательства самого себя в этих отношениях, когда он соглашался жить с женщиной, которая его не хочет, и ничего не мог с этим поделать. И он говорит, я бы хотел чаще встречаться в той обе, которую я видел в постели вчера. И вот здесь начинается вот это оживание отношений, брак начинает, как будто искра какая-то в него входит, и пара, когда проходит раз вот эту критическую массу, оказывается по ту сторону зеркального стекла, пара начинает видеть, что вот эти прыжки веры, вот этот рост, на самом деле, это не так и страшно, да, это страшно вначале, но те награды, которые они обретают по мере движения, это украшает их брак с невероятной силой, и они здесь обретают уже счастье вдвоем. Здесь и Одри делает этот выбор в секс, как она говорит, у меня есть вещи поважнее, на которые я могла бы тратить свое время, а не повторять садизм матери, ее прежняя история, она отказывает Питеру постоянно, да, как идет дело мать, а здесь она уже начинает жить своей жизнью, в которой она любит себя, любит своего мужа, и проживает хорошие уровни любви и секса, и когда яна признается Питеру, что когда ты отказывался менять свою позицию, он отказывался уже быть с нею, если она не хочет секса, я тебя ненавидела, но каким-то образом это создало доверие к тебе, так это и работает, когда вы дифференцируетесь или ваш партнер дифференцируется, у другого появляется ощущение, что его начинают контролировать, душить, что у него там мир рушится, и как там в шнах, если ваш партнер не закатывает вам истерику, ты рушишь наш брак, то скорее всего вы не дифференцируетесь. Почему? Потому что здесь происходит конкретный шаг. Удри увидела, что это была не манипуляция, а действительно внутренний выбор Питера, отказаться от нее, если она больше не готова смотреть в этот вопрос. И иногда пара висит на грани развода для того, чтобы запустить такое движение. И это часть контракта. Это часть контракта того, что в браке создано нами как людьми. Конечно, дифференцированные пары, они легче проходят все эти дилеммы выбора и кризисы, но эмоционально слитые партнеры, сильно зависят друг от друга, боятся друг друга потерять, оторваться, невозможность остаться одному, как правило, долгие годы находятся в неудовлетворенных отношениях и это ранит всех. И вот так на схеме, как это у них произошло, еще раз, чтобы вы поняли логику. И примеряйте это сразу на себе, на свои отношения. Эта тема может быть не просто в количестве секса, вы хотите допустим больше близости в эмоциональных отношениях, больше разговоров, а ваш партнер говорит, отстань, надоела ты мне со своими соплями, там, или вообще мне это все неинтересно, мне и так хорошо. И вы можете оказаться тем партнером, который хочет иметь больше близости и быть в браке, да, а ваш партнер говорит, он хочет быть в браке, но не общаться с вами, допустим. И то есть мы каждый хотим оба варианта, и вот эти дилемы выбора, они заложены в основе брака. Ну вот на примере Одри, да, она не хотела не иметь секса, но быть в браке. Он хотел секс и тоже хотел быть в браке. Он хотел ее, но при этом одновременно он хотел быть нужным. Что значит вот это он хотел быть нужным? Значит, он вот это быть нужным делало его зависимым от ее наличия в его жизни. То есть это мешало ему от нее отказаться. Хоть кому-то я буду нужен. Да, это вот и есть этот страх одиночества. Он здесь сидит. И пока он держался вот за это свое место, боялся, ну, что его никто не полюбит, никто с ним не будет, да, вот эти все наши мысли, все наши страхи бессознательные. Это была почва для ее садизма, потеря его самоуважения по отношению к себе. То есть пока он за это держался, он предавал себя в этих отношениях, был несчастным. И здесь нарушалась и его, и ее целостность. Да, что такое вопрос целостности? это привкус такой, да, и нас, к нам партнер начинает так относиться. И когда мы пишем вопрос о суде ближнего своего, папа Байрон Кейти, вот это то место, когда мы чувствуем себя нелюбимыми, недовольными, там, да, вот оно, партнер мне не дал счастья, здесь наша целостность нарушилась. Соответственно, она не хотела хотеть, но хотела быть желанной, она выбором. И соответственно, когда Питер решил свою дилемму, то есть его дилемма стала не иметь секса и быть в браке, вообще никогда секса не иметь, да, или выйти из отношений, и он понял, что он достоин лучшего отношения к себе, его самоуважение стало расти, и он стал, когда он сделал выбор иметь секс с той, кто хочет его, неважно, Одри это будет, или какая-то другая женщина, но он почувствовал себя достойным иметь секс в своей жизни и быть с той женщиной, которая хочет его. Тогда он стал терять интерес к ней, как к той, которая его не хочет. И это был первый этап его дифференциации. И это запускает дальнейшую изменение уже и в Одри. То есть, как только он сделал свой собственный выбор, Одри появилась необходимость сделать свой собственный. То есть, она встала перед дилемой выбора иметь секс, но быть в браке, потому что быть в браке с Питером означало иметь секс, на меньшее он уже не соглашался. Либо не иметь секс и быть незамужней. То есть, да, ты не хочешь секса, ты не можешь тогда быть человеком, кто его хочет. И тогда она стала решать уже свою дилемму выбора. Она встала перед своей вот этой сложной задачей, а чего ты хочешь на самом деле. И тогда я пришлось признаться, что признать в себе вот эту склонность к садизму и отказу. И что на самом деле секс-то она любит. и что не хотеть это была ее проблема, приводящая к нарушению ее же целостности. И когда она это осознала, она совершила свой собственный сознательный выбор секс. Не под давлением, не потому что там Питер должен убежать, да, и она остается страха быть одной там тоже с ним, а потому что она увидела, что это тоже то, чего она хочет. И тогда она стала инициировать секс. И у Питера появилось то, к чему они пришли, да, растущий в ней интерес к сексу, рост его самовложения, готовность выйти из брака без секса. Способствовало тому, что их отношения стали оживать. Появилось взаимное уважение, близость, желание обоих и секс. И почему, допустим, Питер стал более сексуально привлекательным для Одри? Потому что она увидела в нем вот эту силу духа, что он перестал за нее цепляться, он встал на свои ноги, он встал, у него появилось самоуважение, а это всегда привлекательно, это всегда очень сексуально. То есть мы видим, когда люди предают себя ради нас, и мы теряем к ним, они нам становятся неинтересны. Это так устроено, и это опять же все заложено в браке. Мы не можем предавать себя и рассчитывать, что мы будем желанными, если мы сами себя не желаем. Это то же самое, как в переворотах у Байрон Кете на себя. Он меня не хочет, я себя не хочу. Я не хочу себя здесь, потому что я соглашаюсь вот здесь на эти крохи. И вот по такому принципу можно брать любые отношения. С какой точки вы бы не зашли. Это вот уровень она не хочет секс, он хочет секс. Он не хочет близости, она хочет близости. Она хочет вести какую-то новую технику, там у нас практиковали объятия до расслабления, а он говорит фу-фу-фу, не хочу. И это опять же дилемма выбора, которую надо решать. У каждого из нас есть внутри своих отношений куча задачек. Когда мы их игнорируем и не решаем, мы остаемся, как мы говорили, в тирании наименьшего знаменателя, соглашаясь на крохи, на подачки того, что нам дают партнеры, не раскрывая потенциал нашей пары. И вот этот круг роста, тоже уникальное изобретение шнарка, которое вообще показывает, как выстроен этот брак, он говорит, пока мы не решаем свои дилеммы выбора, мы ходим по этому кругу комфорта, когда мы вот здесь в этой точке чего-то хотим, но боимся озвучить, боимся в этом признаться своему партнеру, сокращаем свою тревожность, как Питер, он боялся быть ненужным, и он соглашался на отношения, в которых он нежеланный, то есть он не готов был выходить из отношений, и это сокращало его тревожность, связанную с риском остаться одному, и он заходил в этот круг комфорта, здесь появлялась вот эта скука, вот эта лень такая психологическая, сексуальная непривлекательность его разрасталась, нарушение целостности и потеря самоуважение, это предательство, а у нее было, то есть он хочет секс, а она нет, а у нее было чувство, что на нее давят, не отстанет, не пристал ко мне, вот здесь мы ходим по кругу комфорта, что значит мы выходим в круг роста, то есть вот это вот та точка, когда мы принимаем собственные решения в отношении себя, делаем свой сознательный выбор, Питер сделал выбор быть с тем, кто хочет его, и здесь его тревожность растет, почему? Он может остаться без одри, она может за ним не пойти, она может сказать, ну ладно, я тогда остаюсь монахиней на всю жизнь, вот, но вот здесь вот эта тревожность, да, когда у нас не хватает нам вот этого внутреннего чувства самообладания, что такое дифференциация, это как раз способность делать вот эти прыжки веры и идти в те неуютные места, которые нас пугают, нас пугает остаться одному, наша готовность, вот эта внутренняя я сильно я справлюсь, она позволяет нам делать правильный выбор, и здесь тогда, когда первый делает свой выбор, происходит ясность в отношении вообще нашей пары, вообще нам вместе или в росте, люди могут жить 10-15 лет вместе, так и не выбрав друг друга, а будучи просто из страха, из нужды, из чувства долга какого-то, и это то, что отравляет атмосферу в паре, делает вот эту отчужденность, холод, вообще зачем мы живем вместе, я не понимаю, мы кто друг для друга, муж и жена, брат и сестра, но не любимый мужчина и женщина, а мы же хотим, мы же все хотим любить и быть любимыми, мы хотим в этом раскрываться, и здесь вот, когда один делает свой выбор, пара встает вот перед этой ясностью, то есть это вот тот звенящий момент, когда другой либо идет за нами, либо не идет, если мы дифференцируемся, если мы делаем свой выбор вдруг в качество отношений, которые согласны нашей целостности, нашему чувству счастья внутреннего, а другой за нами не идет, это тоже честно, да, как вот в одном примере, в диалоге, один после такого роста предложил ей выйти замуж, а она взяла паузу, стала думать, и он встретился с вот этим риском, что она может за ним не пойти, и он ей сказал, очень важно, чтобы ты приняла свое верное решение, не потому, что ты там будешь тем не обидеть, а что ты сама этого хочешь, если ты этого не хочешь, я это приму, и это очень сильно, это вызывает уважение, что человек не цепляется за нас, а идет в эту честность, даже в честности готовность нас потерять, и скорее всего, что мы будем привлекать, что такой партнер будет для нас привлекательным, чем который цепляется, вот это из нужды, желание из нужды, из потребности в нас, да, вот, и тогда очень часто после вот таких критических масс, после кризиса в браке пары приходят как будто к перевыбору друг друга, как будто к занову вот этому обещанию быть вдвоем, это не обещание, как все мы там будем, как к новому узнаванию, все, то есть Питер и Одри, те, которые были после этого процесса, это совершенно не те Питер и Одри, которые заключали брак на заре, это уже другие люди, другие, другое качество их отношений, и здесь растет взаимное уважение и растет взаимное желание, то есть когда Шнарк говорит, ваше сексуальное желание это результат вашей психологической зрелости, это результат тех смыслов, которые вы вносите в пару, он говорит про это, когда мы растем, когда мы растем в отношении себя, когда мы хотим себя, идем в свою целостность, это позволяет паре выходить на новые витки, ну и конечно бывает так, что пара теряет друг друга по мере этого роста, когда другой человек не идет за нами, это тоже надо принять, и здесь тоже требуется вот эта сила дифференциации, принять выбор и право другого быть не с нами, но вот эта ясность, она тоже снимает большую нагрузку друг с друга, потому что освобождает, и вас освобождает, и его освобождает от отношений, которые не имеют любви в основе. Почему Одри пошла за Питером? Потому что она его любила, он был ей важен, и ей пришлось это признать. Первый может быть раз за всю жизнь, она признала, что она хочет быть с ним. Вот это выбор хотеть другого человека, выбрать другого человека, выбрать быть с ним, и когда каждый делает этот сознательный свой выбор, конечно, отношения в паре начинают вообще меняться. То есть до этого ой, мне так тяжело, это вот отстань, да, не хочу. А здесь я хочу здесь быть, потому что это я это выбрал. У нас совершенно другая энергия идет на взаимодействие. То есть когда партнер перестает давить на вас и одновременно отказывается поступить тем, чего он желает, как Питер, он перестал давить на кудри, но он и не стал соглашаться на брак без секса. Тогда тревожность и давление на второго партнера повышается, и тогда брак давит, вот, дилемма выбора начинает давить на другого человека, выдавливая его уже тоже в собственный рост. когда любой из супругов отказывается от секса и с жалости, это меняет брак в корне тем или иным образом, то есть брак либо распадается, либо выходит на новые уровни. И еще вот, то есть я тут с разных сторон стараюсь вам показать, да, чтобы еще больше донеслось. Вот, допустим, партнер с наименьшим желанием, как одри, да, то есть дилемма выбора является основой проблем с сексуальным желанием. Когда мы, допустим, идем на разные тренинги по сексу, техники какие-то новые осваиваем, и нам кажется, что это сильно повлияет на наши отношения, но мы сидим в дилемме выбора осваивать, да, допустим, партнер не желает с вами заниматься сексом, а мы принесли какую-то новую штучку в секс и предлагаем что-то новое, а он, в принципе, отказывается, да, то есть это нас, ну, как бы, не помогает, то есть пока мы не решим дилемму выбора, очень сложно без базы, без фундамента, ну, что-то наращивать сверху, когда мы психологически создали почву для внутреннего желания, вот этого, для уважения друг к другу, да, когда качество нашей психологической связи увеличилось, когда нам просто хорошо жить вместе, все вот это новое, все вот эти фишечки, они только разукрашивают наши отношения, поэтому первое, очень сложно, допустим, хотеть партнера, да, когда у вас большая к нему внутренняя претензия, а претензия почему, потому что где-то у вас есть внутри нерешенная дилемма выбора, то есть партнер с наименьшим желанием, варианты, дилемма выбора, это варианты у вас ограничены, как правило, вы хотите получать оба варианта сразу, как кодр, я хочу не иметь секса, но хочу брак, да, но когда пара выходит в рост, мы получаем какой-то один вариант, то есть они в итоге получили брак с сексом, невозможно было остаться в браке без секса, невозможно, на выходе получился брак и секс одновременно, вот, и когда мы, допустим, сидим в своей дилемме выбора и чего-то не хотим в отношении партнера, к кодре, мы не готовы жертвовать одним своим вариантом, то есть мы не готовы жертвовать отсутствием секса, в браке, и единственный способ этого достичь, не дать своему партнеру реализовать его собственный выбор, то есть мы будем всячески блокировать партнера, сам не может быть того не осознавая, что мы воруем право выбора партнера и крадем его время и счастье, то есть когда мы сидим на своем ограничении, к нам приходит партнер стучится к нам в дверь, а мы его блокируем, говорим, что это нам не подходит, через компромиссы, переговоры, уговоры, жалобы, что ты на меня давишь, требования подчиниться, все там, эта тема у нас нет и больше к нам не подходи, то же самое может делать мужчина в отношении женщины, в отношении каких-то ее просьб, потребностей, то есть вот когда партнер с наименьшим желанием занимает такую позицию, вот это незаимственное функционирование, то есть он счастлив за счет несчастья другого человека и у партнера возникает другого ощущения как тупика, ощущения отсутствие вообще выбора и как Питер, да, как будто у него нет выбора, то что Одри не хочет секса, а он-то хочет и он не может ничего с этим поделать, он заложник воли другого человека и это создает вот этот эмоциональный тупик, я несчастье, но я ничего сделать не могу и очень многие пары вот прям натыкаются на эту бетонную стену, ну, мне плохо, но я ничего сделать не могу, и конечно это резко падает ваше сексуальное желание к партнеру, потому что атмосфера здесь становится враждебной, негативной, закрывающейся друг от друга, избегающая, да, то есть это здесь прорастает у нас обыкновенный брачный садир. И причины нежелания делать выбор, как правило, партнера с меньшим желанием, это в основном, конечно, детские какие-то травмы, детские холосты, вот эти личные истории, потом это может быть месть, злоба и обида, да, вы все знаете, когда, вот, кто делал работу в Баронгейте, в третьем вопросе, в исследовании, как ты реагируешь, когда ты веришь в эту мысль, мы закрываемся, мы льстим, мы хотим причинить боль в ответ, и мы можем отказывать просто ради отказа, а не потому, что это делает нас счастливыми, то есть вот это желание отказать, наказать, отомстить становится приоритетнее, чем наша потребность быть счастливыми, как бы парадоксально это ни звучало. Избегание отказа от одного варианта, да, это тоже проявление как будто, нашего внутреннего эгоизма, она в какой-то степени наплевает вообще на переживание другого человека. Вот, я вот хочу так, и никак иначе. И вместе с этим здесь, да, избегает формирование, мы избегаем ответственности за формирование собственной жизни, то есть мы здесь находимся в позиции такой пассивной, ничего не делающей, не решающей задачи, закрываем глаза на нерешенные вопросы нашего брака, игнорируем эти вопросы. И можем быть как пассивными, да, так и агрессивными, в том смысле отстань от меня, да, если партнер к нам с чем-то идет. То же самое у партнера, допустим, с высоким желанием, и вы тоже можете себя посмотреть, допустим, если вы хотите больше секса в вашем отношении, в ваших отношениях, или больше хотите близости, не знаю, хотите больше, хотите моногамии, да, вдруг вы узнали, что ваш партнер там вам изменяет, у него есть какие-то еще третьи лица, но вы хотите сохранить брак, и что делать, да, то есть мы решаем там закрывать глаза на эти вещи, и, или там начинаем давить на партнера, да, то есть вот эти все дилеммы выбора, когда мы не решаем сами в отношении себя, мы очень много времени, энергии тратим на уговоры, говорим, жалуемся, обвиняем, ругаемся, скандалим в паре, да, то есть это все признаки того, что дилеммы выбора висят, висят в воздухе, никто не делает ответственный выбор в отношении своей жизни, претензии, конечно, когда мы давим там, ну вот, допустим, партнер с большим желанием приходит и говорит, мне нужен секс, а я не хочу, да, то есть мы недовольны, то есть наше давление создает сопротивление, и это закон, чем больше давление, тем больше сопротивление, чем больше она сопротивляется, тем больше нам кажется, что нам нужно сильнее давить, потому что если мы не будем давить, вообще ничего не произойдет, Чем больше мы даем, тем больше сопротивление и отчуждение. Растет даже вообще ненависть какая-то, холод, отчуждение. Даже секс, если тут случается на этой почве, он явно не привлекателен. И вот этот секс из жалости, который не нужен никому. Соответственно, со временем такой секс может в паре вообще исчезнуть. Соответственно, оба жертвы друг друга. Она жертва его, в кавычках, насилия, приставания. Он жертва того, что она ему не дает. И здесь атмосфера этой враждебности, проблемы с сексуальным желанием. И это создает эмоциональный тупик. Вот эта критическая масса неудовлетворенности растет до того момента, пока, как у Питера, он говорит, я уже все, он уже тошнит от себя, я уже не хочу больше стоять с протянутой рукой. Я больше не буду тебя ждать секса, я больше не хочу тебя наказывать за его отсутствие. Он переходит в самоподтверждающую близость. Я хочу себя. И здесь, для того, чтобы человек вообще это прошел, да, он заходит в горнило, ему нужно честно посмотреть на собственную жизнь, на собственные цели, на собственное вообще, чего ты хочешь, какую жизнь ты хочешь. Определись в отношении себя, то есть самоопределение. И оно очень психологически глубокое. И когда мы делаем свой собственный выбор, допустим, муж не хочет с нами общаться и обсуждать какие-то глубокие, важные для нас вопросы, да, мы тогда делаем свой выбор, да, мне важно, и это в моих, в моей жизни. Мне важно быть с партнером, которым интересна моя жизнь, с которым я могу интересно взаимодействовать, да, и когда мы занимаем свою позицию и говорим, что она меньше, я больше не участвую в том, что не соответствует моему желанию. Как это может быть? Как угодно. Шнак приводил пример, что у него жена отказалась принимать противозачаточные таблетки, когда захотела ребенка, а он был не готов. Да, она занимает свою позицию, то есть мы здесь перестаем давить на другого, но просто не соглашаемся на меньшее. Мы не говорим, у меня это больше всё, не устраивает, я больше в этом не нахожусь. То есть если ты хочешь быть со мной, то вот на таком уровне взаимодействия. Вот здесь я уже не барахтаюсь и не уговариваю тебя, здесь я на тебя больше не доблюсь, я вот уже сюда пошла и буду готова здесь быть одна до тех пор, пока ты сам не примешь своё решение, идти со мной или идти в сторону. И тогда варианты выбора у партнёра сокращаются. Он понимает, что сбегать, давить уже нет возможности, и он тогда вынужден делать свой собственный выбор, чёткое да или нет. Третьего не дано, нету когда-нибудь, оно здесь не действует. Он либо да, либо нет. И вот здесь проявляется вот эта ясность в отношениях, да, здесь вот то, что мы говорили, происходит сознательный выбор обоих, здесь либо разрыв отношений, либо рост, поэтому это всегда страшно, поэтому расти всегда страшно, мы всегда рискуем, рискуем остаться одним. И Шнарк говорит, что сила одиночества, способность быть одному, это как раз-то сила, которая позволяет нам потом вообще любить, потому что любовь начинается только вот здесь, после. Да, то есть растёт здесь наше уважение друг к другу, и более высокие растёт наше желание друг к другу. Вот. Я надеюсь, что, ну, будем заканчивать уже два часа, я вижу уже, ну, это у меня особенность, могу долго говорить. Суть в том, что все вот эти дилеммы выбора, да, проблемы с сексуальным желанием, это вопросы нашего отношения с самими собой. То есть нашей способности делать вот эти прыжки веры и выходить на новый качественный уровень в отношениях. И как правило, да, если мы берём вот именно секс и ваш там предпочтительный сексуальный стиль, он может являться, вы можете натолкнуться на ограничение партнёра. Вы хотите секс с открытыми глазами, ваш партнёр не готов к этому, да, не готов, потому что страшно, неуютно, неприятно. И вы можете отказаться от своего желания, да, можете дифференцироваться, самоподтверждаться, стоять на своём, и тогда вы стимул роста для вашего партнёра. То есть партнёр будет понимать, что с вами в отношении, да, ну, то есть заниматься сексом нужно с открытыми глазами, как бы страшно ни было, но придётся это делать. И тогда он совершает свой тоже прыжок веры, и вы оба выходите на хорошее качество вашей связи, потому что здесь очень глубокая близость формируется. Соответственно, предпочтительный сексуальный стиль вашего партнёра, где он с большим желанием, да, может упереться в ваше ограничение, вы будете здесь с меньшим желанием. И тогда ваш партнёр стимул для вашего процесса роста. И когда оба идут именно вот так, здесь у нас, опять же, да, варианты какие? Либо мы отказываемся от того, чего мы хотим, больше не предлагаем. Почему не предлагаем? Потому что у нас есть страхи, да, мы действуем из худшей части себя. Здесь вот у нас растёт ненависть к себе и к партнёру, да, здесь вот все наши вопросники ОБС, о суде ближнего своего. Соответственно, мы можем дифференцироваться, пойти за своей целостностью, не соглашаться на меньшее, действовать из лучшей части себя. И тогда это развивает способность нашу любви к себе. Здесь мы любим себя, мы здесь себя не предаём. Мы чувствуем это прямо самоуважение, у нас энергии много появляется. Даже если мы остаёмся одними, мы как будто какой-то вот фон яркости внутри, света больше внутри, любви к себе больше. Соответственно, мы и партнёра больше здесь способны любить, и партнёр нас тоже любит и тоже восхищается. Вот, значит, у нас вот во время кризиса, да, надо понимать, что у нас две стратегии. Либо оставаться в зоне комфорта, либо расти. И вот наш курс, да, о чём вообще про что это, и вообще весь шнад, он про то, что, ребята, кризисы, конфликты, проблемы, это зашито в ваш брат. Вы всегда в это уткнётесь. Вопрос, как вы это будете проходить. Чем паниковать, плакать, обвинять партнёра, да, можно просто начать расти. И вот наш курс, мы стараемся, ну, как бы, помочь вам понять, как вот эти шаги дифференцирования, самоконфоративность, то есть что вам поможет выходить в эти зоны роста. И как выходить из зоны комфорта, да, потому что мы здесь действуем по пути наименьшего сопротивления. Либо подчиняемся, либо дистанцируемся всём, там, моя хата с краю, да, доминируем. Компромисс, избегание договорённости, контроль, ну, в итоге эмоциональный тупик, отстранение охлаждения. Это то, что не делает нас счастливыми. Вот, то есть и Шнарх, вот его гениальность в том, что он говорит, что мы, кризис этого, идеальным образом подобраны для друга у нас, и через кризис именно мы растём. Именно они заставляют нас становиться более цельными, более смелыми, дифференцированными, да, и там развивается вот эта уже истинная духовность в человеческих отношениях. Проявляются совершенно другие уровни взаимодействия. Появляется взаимность, а не взаимозависимость. Вот, и это вот всё мы в прошлый раз смотрели, если будет желание. То есть брак — это возможность для личностного роста и самораскрытия. И это то, что природно в нас, как эволюции, уже заложено. И на самом деле мотивация к нашему изменению, хотим мы этого или не хотим, всё равно это в нас стучит. Мы хотим, чтобы нами, через нас проявлялось самое лучшее, что в нас есть. Вместо отражённого ощущения себя, когда мы зависим от мнения окружающих людей, когда мы занимаемся их делами. Вот эти поиски любви, одобрения, они делают нас несвободны, независимы, не отравляют нашу внутреннюю жизнь. Но мы хотим действовать из внутренней свободы. Мы стремимся к счастью, к возврату своей целостности, более осмысленной жизни. И всё это позволяет двигаться нам через способность честно смотреть на себя, на то, что нас ограничивает, признаваться себе в этом и преодолевать. И здесь растёт личная наша дифференциация и самоуважение. И вот почему, допустим, иногда работа Байрон Кейти, те, кто практикуют работу, иногда не работает. Почему? Потому что мы можем свои вопросники на близкого поисследовать, но прыжок веры не совершить, не сделать конкретных шагов, конкретных действий на изменения, чтобы выйти в цикл роста. Ничего в жизни своей не поменять. Остаться в тех же условиях, на тех же условиях, в том же качестве отношений. Наше состояние на один день поменяется, но глобально мы не делаем определённых шагов. Поэтому наши вопросники будут возвращаться к нам до тех пор, пока мы не начнём их проживать и не начнём действовать. И дифференциация не работает, пока мы не действуем. И это всё определяет нашу судьбу. И Шнар говорит, что вот в момент таких прыжков мы лечим прошлое настоящее. То, что у Одри получилось отвязаться от истории с её матерью, перестать проигрывать её сценарий, это честный взгляд на себя и действия, иначе исходя из этого. Когда она решила собственную дилемму выбора, она освободилась от этого шлейфа прошлого. Он перестал над ней управлять уже, перестал определять её судьбу. И в этом, опять же, помогает нам наш всегда партнёр. Потому что наши детские страхи, наши детские ограничения, он нам их отразит. И мы вынуждены будем через них прыгать. Он нас будет вытягивать. То же самое мы, те, кто вытягиваем нашего партнёра из его страха, из его «не хочу, не буду, это не для меня». То есть одно дело, чем отличается свобода от ограничения? Мы можем не хотеть сегодня пить чай, допустим, да, потому что просто нет желания. Ну, завтра мы, может быть, его захотим. То есть у нас есть свобода и то, и то выбирать. Но когда мы не способны просто это делать, допустим, плавать в воде. Ну, плавание — это не для меня. Почему я просто не умею плавать? Да, это не та история, когда мы умеем плавать и просто не хотим заходить сейчас в воду, потому что, ну, не хочется. И вот, конечно, чем больше мы обладаем вот этим внутренним объёмом и возможностью уметь многое и разное, а наш партнёр нас вытаскивает, он бьёт в нашу вот эту точку закрытости. Вот эти, когда мы закрываем, сами от себя шоры на глаза надеваем, он вынуждает нас двигаться, и мы также вынуждаем двигаться нашего партнёра. И то же самое, когда партнёр не идёт за нами, мы вынуждаем выбирать себя, выбирать свою целостность и проявлять большую любовь к себе. Когда мы говорим «любите себя, развивайте свою любовь к себе», это, ну, не про, как в Баренкете где-то есть отрывочек, да, вы как будто заигрываете сами с собой, когда принимаете ванну со свечами, там, надеваете платье красивое. И это хорошо, но этого мало, да, то есть этого мало для того, чтобы по-настоящему себя полюбить. По-настоящему себя полюбить, это надо, значит, вести себя в тот уровень жизни, где ты счастлив, и не соглашаться на меньшее, не участвовать больше в том, что тебя разрушает. И делать конкретные шаги, конкретные действия. И вот супруги всегда идеальные партнеры для спарринга. Как Баренкете говорит, с вами самый лучший, самый необходимый для вас партнер. Он будет нажимать вам на самые ваши болезненные точки и места. Поэтому мы сочетаем работу Баренкете именно для того, чтобы вы могли посмотреть, где ваши дилеммы выбора, да, почему очень сложно шнахо просто прочитать и ничего, ну, как бы вот так остаться, потому что как это приложить на свою жизнь, я не понимаю. У нас есть паренкете, у нас есть вопросники о суде ближнего своего. Все, что вы напишите, самые главные ваши претензии к вашему партнеру, содержат в себе ваши же нерешеные дилеммы выбора. Где вы отказываетесь от своей целостности, где вы идете на компромисс, где вы пытаетесь изменить другого, а не себя, не решить свой вопрос, а вот пусть он поменяется, пусть он будет, станет тем, кто хочет быть со мной, да, но свой вот этот выбор, не соглашаться на меньшее, я пока делать не готова. То есть ваши вопросники, это ваши точки роста. И, допустим, на курсе, да, мы берем как раз исследование для того, чтобы во время исследования вы честно начали смотреть на свою картину того, кто вы, где вы, куда идете, что происходит в ваших отношениях. И темы основные у Дэвида Шнарха, но мы не будем сейчас останавливаться. И все это для чего, да, вот мы же начинаем прям сексуальное желание, безграничный потенциал. На самом деле, когда мы идем в эту целостность, когда мы растем, у нас как раз появляются огромные способности раскрывать наш сексуальный потенциал. Это такая растяжка, да, то есть то, на что мы обращаем внимание в наших отношениях, то, что мы вносим в наши отношения, как раз способствует росту нашей целостности, цельности, способности преодолевать собственные страхи, чтобы проявиться перед человеком, перед близким, показать себя истинного, самораскрыться, да, это все требует внутреннего духа и смелости. Вот, поэтому дифференциация, самое лучшее, что вы можете сделать для другого, если любите его, дифференцироваться и не заниматься делами других, самое лучшее проявление любви. Об этом можно говорить десятки раз и повторять, потому что это на самом деле так. Когда мы растем сами, как зрелые, взрослые, психологически устойчивые личности, которые находят опору в себе, а не в своем партнере, мы как будто садимся в отдельную лодку, да, мы плывем, и тогда мы не сидим в одной и пытаемся вырвать руль, в какую сторону плыть, заставляя партнера плыть за нами, да, а мы садимся в отдельную лодку и говорим, если ты хочешь, плывем со мной, если ты не хочешь, мы плывем в другую сторону. То есть мы не давим на другого, мы давим на себя, мы не контролируем другого, мы контролируем себя, мы решаем собственные вопросы с собой. И именно это то, что позволяет браку расти, процветать долгие время и годы жизни. Вот. И то, что вам поможет держаться за себя, это вот эти четыре точки баланса, которые также мы на курсе будем глубоко разбирать, что такое вот это самость, цельное, гибкое я, понимание себя. Вот через исследование это тоже все помогает нам. Тихий ум, спокойное сердце, когда мы спокойно занимаем свою позицию, да, мы успокаиваем свои страхи и тревоги, мы правильно реагируем на момент, и мы понимаем, ради чего мы все это делаем. Это вот то, что делает нас здоровыми, зрелыми, адекватными, ответственными за свою жизнь существами. А только тогда у нас появляется вообще первый раз право на счастье. И результат вашего роста, вашего внутреннего роста, да, когда вы развиваете эти четыре точки баланса, это и есть ваша дифференциация, вы начинаете ощущать свою личную ценность так, как вы никогда не ощущали. А что значит ощущать свою личную ценность? Это и есть проживание радости в моменте. Мы не можем чувствовать радость, когда мы предаем себя. Невозможно. Закон такой. Когда мы врём себе, когда мы врём партнёра, когда мы нечестны. Невозможно испытывать радость. То есть вот эта вот личная ценность, цельность, любовь к себе, это вот та почва, которая делает нас потом счастливыми. Исходя из этого, мы можем уже сотрудничать с тем, кого мы любим таким образом, каким вы никогда не умели в детстве. Проявлять вот эту взрослую любовь из желаний, из полноты, из вашей щедрости, эмоциональной заботы о другом человеке. Здесь появляется уже взаимность, а не «дай мне, дай мне». Расслабиться и совершить контакт во время секса так, как вы никогда не делали. Когда вы стоите на своих ногах, когда вы чувствуете соединённость с собой, когда вы понимаете, чего хотите, когда вы успокаиваете свои тревоги, вы можете быть в моменте здесь и сейчас. И смыслы, которые вы вносите в секс, они направлены только на красоту. Вы проявляете красоту, вы вносите красоту с собой в этот секс. Вы не пытаетесь красоту в нём найти, а вы её проявляете через себя в нём. Через то, кем вы являетесь, обнаружив свою собственную внутреннюю красоту, вы можете поделиться с вашим партнёром. И, конечно, вознаграждение за смелость идти в рост. Это, как, я буду держаться за самого себя, свадебная клятва, да и дышна. Хотя дело не обойдётся без волдырей. Почему без волдырей? А вот это очень страшно. Идти в круг роста очень страшно. Рисковать потерять партнёра очень страшно. Рисковать, говорить честное о себе очень страшно, потому что нас могут отвергнуть, нас могут принизить, нам могут сказать «фу», да, как угодно. То есть вот это отражённое ощущение себя, оно блокирует нашу искренность, наше самораскрытие. И страшно идти в это. Но когда мы идём таким путём, да, то мы в итоге достигаем этого блаженства. И с этим блаженством мы можем поделиться и с партнёром. Именно отсюда появляется у нас радостное отношение с собой партнёром. Именно здесь уже появляется страстный, нежный, любящий секс. И здесь мы обретаем эту духовность, соединяем целостность, соединяем секс и духовность. И вот у нас, ну, девочка, она делилась, да, то, что парень ей писал, что такое переживание, как будто, я не знаю, ты для меня целый мир. И вот оно, вот он, Бог здесь, он Бог в сексе, в том, что между нами происходит, когда вот этот уровень близости, вот этого чувственности достигает своего апогея. И чтобы прийти туда, да, мы должны психологически, в первую очередь, быть сильны. Дифференциация, она, это не просто вопросы секса. Как вот у нас тоже, ну, девочка в итоге сказала, говорит, это вообще не про секс. Как я могла знать, что там какие-то, там, чулки, там, да, могут привести к целостности. Вот, то есть мы начинаем просто с тем секса, вообще всем заканчиваем отношениями с самим собой. Это в первую очередь отношения с собой. Отношения с близким человеком, это отношения с собой. Барен Кетти про это говорит, и Шнарф про это говорит. Просто нам партнер и секс в помощь, потому что здесь видны все наши невешенные вопросы. Секс, лакмусовая бумажка того, кем вы являетесь сейчас. Это срез. От этого среза можно отталкиваться и смотреть, заглядывать в то, что вас сейчас ограничивает. Смотреть на это, раскрываться, меняться, и начнет меняться вся ваша жизнь. Вы получите новое мышление по Шнарфу. Это то, что на самом деле потом в дальнейшем будет помогать вам во всех отношениях, в любых сферах жизни. Что значит дифференцироваться или что значит быть в отраженном ощущении себя и предавать себя. То есть это самая главная дилемма выбора всей нашей жизни, каждого человека. Я живу из цельности, из честности с собой или я живу, ну, занимаясь своими делами вторыми на Байронкете, либо я занимаюсь делами других людей, живу в отраженном ощущении себя, предаю себя ради других. Вот. И счастье где, понятно. Поэтому этот курс про больше, про возможность быть счастливым, по-настоящему быть счастливым. Невозможно быть счастливым там, где вы не решаете свои дилеммы выбора, там, где вы предаете себя. Но как ее решить? Как сделать этот прыжок веры? Как наработать эту дифференциацию? Вот об этом наш курс. Да, то есть наш курс про шаги. Про... И, конечно, чем плотнее вы будете включаться в работу, чем... Ага, спасибо, Анна, спасибо. Тем будет, ну, больше вы себе ресурс возьмете. Поэтому вот 7 недель плотной такой работы, пока на карантине, по их, поднимается она как будто и все пространство для нас. И вот как у нас Маша писала, говорит, это такой фундамент в момент построения в моей семье, и так рано, это так здорово. Да, вот у нас Маша, например, да, она за момент брака смогла, за момент курса смогла расстаться с одним парнем и завести роман с другим, и уже вот 9 июня у них свадьба. Это вот то, что я говорила про уровень электросекса, да, чтобы не была я голословной, что возможности такие есть. Как обратная связь, да, девушка с нами делилась, что она пережила вот это состояние, когда вообще, ну, как будто реальность меняется, и парень ей потом пишет, говорит, у меня был оргазм, было чувство чего-то большего, огромного, что ты для меня целый мир, переворот в сознании произошел. Я не могу передать словами, но это было потрясающе. Я самая счастливая, ты творишь чудеса. Это был взрыв сознания. Да, я при оргазме. Почему? Вот это, вот это шнар. И она говорит, я не знаю, вот она пишет. Всё, всё работает, только я сегодня думала, ведь это только шнар может объяснить. Да. Я думаю, если вот сегодня суббота, вы хотите принять решение, есть фильм «Весенние надежды», в котором показана, как работает дифференциация. Вы посмотрите, вы, может, не поймёте, ну, может быть, ещё пока вот прям прямую логику, но вот эта логика работает в шнарке. Почему пара, у которой 4 года не было секса, в итоге они пришли к тому, что стояли на берегу моря и признавались друг другу. Вот. И брак — это самая лучшая семейная терапия, оточена миллиардами людей на протяжении миллионов лет. Оцените, в чём вы участвуете, масштабы этого эволюции. Партнёр с наименьшим желанием запускает этот механизм в нашем браке. Да, поэтому, если вы действительно партнёр с наименьшим желанием понимаете, что это тоже часть механизма, это не просто потому, что с вами что-то не так. Вы помогаете вашему партнёру тоже расти таким образом, и сами растёте. Я рекомендую, Шнарк пишет, вам придерживаться этого процесса. Не отказывайтесь от своих усилий слишком рано. Мы создаём себя через желание принятия собственного выбора. Это процесс взаимной эволюции, который мы созидаем и плоды которого мы пожинаем. И да пребудет с каждым из нас сила любить по-настоящему. Когда вы закончите курс по Шнарку, для вас это будет действительно как мантра. Все мы способны на глубокие сексуальные переживания, для которых не существует никаких известных физиологических порогов. И мы заканчиваем сегодняшнюю встречу опять этими нырящиками. Я думаю, что, ну, надеюсь, что сегодня вам удалось поймать этот смысл, почему, видите, Петер ныряет, когда он принял решение, что он достоин того, чтобы быть в браке с сексом, он нырнул, он прыгнул. Когда Одри приняла решение, что она отказывается от того, чтобы быть в этом сценарии мамы и решает, что целостность для неё это тоже желать секс, она прыгнула. И также вы будете совершать такие же прыжки навстречу себе своему счастью навстречу своим самым лучшим выборам, на которые мы способны. Вот. И я благодарю всех вас, кто остался до конца, знались или смотрел. Вот, ну, два с половиной часа у нас практически ушло. Я надеюсь, что что-то я вам смогла передать, было понятно. Есть ли какие-то вопросы остались? Я могу сейчас ответить. Вот. И вы можете... Вы можете... Я надеюсь, что я не затянулся. Я надеюсь, что я не затянулся.